что друзья привет сегодня я в маске и в перчатках потому что хочу исполнить свой гражданский долг перед теми кого я могу заразить если не дай бог я уже подхватил эту заразу для начала нужно сказать что я нахожусь в пустом каньоне нет людей никого видите сзади меня пусто впереди меня вот это стоит очередь для того чтобы зайти открыть только супер фарм люди заходят по одному девочка на входе раздает номера проверяет температуру выдает перчатки вот как и я получил и можно купить маски самые простые маски вот наборчик стоит 30 шекелей 10 штук то есть 3 шекеля маска самая простая я вышел из места где много людей теперь чистой совести могу снять маску и рассказать вам о том что стоянка в общем-то пустая для этого времени суток сейчас 6 вечера опять четверг с момента публикации предыдущего видео прошло 10 дней может 11 и какие изменения за это время буквально в двух словах я надеюсь видео не будет затянуто как предыдущие так я продолжаю же на следующий день сейчас просто шел к дому и увидел площадку детскую для игр спортивных вот висит замок пожалуйста абсолютно пустая спортивная площадка и так сейчас по всей стране месяца два чуть больше назад на своем канале я выложил видео где китайская медсестра рассказывает про проблема в юхань и там она говорила что большие проблемы и говорила 90 тысячах зараженных и под видео которое просмотрела очень много человек было куча негативных комментариев и люди многие писали о том что это фейки не может быть и так далее по телевидению тогда была совсем другая информация и гораздо меньше заболевших и вот прошло два с половиной месяца и какая статистика у нас есть на сегодня например по миру мы видим что заболевших более миллиона человек на сегодня какая статистика по израилю по израилю на вчерашний вечер или сегодняшний день за статистикой конечно не угонишься как и по всему миру но у нас обнаружено 7030 человек несколько дней осталось буквально четыре дня до песоха и говорят что к песоху может быть уже десять тысяч человек 338 человек выздоровела и 37 к сожалению уже умерла ожидает что статистика будет такова что к песоху то что я сказал будет 10 тысяч человек из них ожидаемо три тысячи то есть практически 30 процентов это в нашем городе бнебра где проживает ультра религиозный с ультра религиозным населением вообще большие проблемы эти ребята не слушают новостей они очень плохо информированы и и очень плохо реагируют на то что говорят делать власти это не первый случай такой но сейчас это очень критично для всей страны наконец правительство решило более серьезно взяться за них и и изны брака на сегодня убирает пожилых людей переводят и в гостинице старается проверить все население инфицированных тоже убрать то есть расстелить всех больных в одни гостиницы тех кто с ними контактировал посадить на карантин закрыть город по максимуму для этого привлечено 600 солдат кроме сил полиции и ну надеюсь что они хотя бы немножко остановят там потому что оттуда очень много идет оттуда есть еще такой район миша рим в иерусалиме где проживает такое население есть еще город бет-шемеш где тоже оттуда из района ультра религиозных идет то есть в общем эти ребята доставляют неприятности тем что они не слушают не выполняют что там говорить наш министр здравоохранения тоже оказался заражен коронавирусом вместе с его женой ходят слухи что он сам не выполнял предписание своего же министерства о том что молитвы в закрытых помещениях теперь запрещены его министерство защищает говорит что это все фейк не знаю факт есть факт что теперь у нас на карантине он как заболевший его жена говорят что самочувствие нормальное из карантина он продолжает выполнять свои функции но также с ним контактировал естественно премьер-министр который теперь на карантине уже третий раз насколько я помню и глава МОСАДА и генеральный директор министерства здравоохранения все эти ребята находятся в карантине как контактировавшие с ним наш премьер-министр недавно был тоже на карантине там по-моему буквально сутки пока не пришли результат анализов потому что его советник юридически женщина заболела коронавирусом естественно он с ней контактировал 4 дня назад примерно у нас приняли ужесточение правил карантина для всего населения сократили работающие места всего до 15 процентов на фирма где еще могут соблюдать хотя бы какие-то условия чтобы люди не были близко ближе двух метров друг от друга на автолу то есть на пособие по безработице вышло уже 25 процентов то есть вы можете себе представить это огромная цифра к ужесточению правил также вошло теперь что нельзя отходить от дома без причины дальше чем на 100 метров причина чтобы отойти это сходить магазин пустим еще ребенок если живет с одним из родителей отвести его ко второму из родителей сходить в аптеку на работу если кто-то работает как бы понятно тоже запрещены также групповые молитвы запрещено делать свадьбы с приглашенными гостями на похороны не больше 20 человек при соблюдении что они будут на расстоянии двух метров друг от друга но еще по мелочам всяко разное взвешивают обязать людей одевать маски сейчас это такая скажем настоятельная рекомендация но хотят обязать людей ходить в масках как только вышел из дома одевать кроме того наше министерство здравоохранения выпустила аппликацию которая называется омоген эта аппликация помогает определить если вы находитесь рядом с кем-нибудь из зараженных коронавирусом и выдает эту информацию вам работает выглядит она вот таким образом открываем и он пишет по данным собранным до сих пор с 26 3 26 3 это я установил аппликацию не было обнаружено контактов с больным аппликация на 6 языках и в ритм английский русские арабские гамагазские французские языки и история контактов если они были говорить про статистику конечно сейчас заболевания и роста обнаруженных заболевших не очень логично хотя экспонента продолжается но понятно что стали делать больше проверок сейчас их делают порядка 7000 в день хотели довести до 10 даже вроде бы по слухам до 20 но сегодня пока это 7000 с копейками в день естественно обнаруживается все больше и больше количество заболевших и соответственно экспонента растет вот примерно такие дела у нас люди действительно стараются соблюдать мне это очень нравится народ организованы мало выходят на улицу без причины не видишь праздно шляющихся людей много очень я думаю процентов 80 населения в масках ходят супер я вам уже вот показывал что происходит супере вот вы видите очередь чтобы зайти только в супер нужно отстоять очереди не пускают несколько человек вышло несколько зашло только так с другой стороны мы наблюдаем абсолютно противоположную картину нет людей закрыто все только магазин хвост товаров открыт скоро праздник благодаря этому хотя бы какая-то часть парковки занята магазине все порядке спокойно люди ходят толпы нет многие в масках почти все перчатках люди ходят нет никакой паники нет толпы наружи стоят стараются соблюдать соблюдать чтобы не было толпы в середине ассортимент такой же такой же как и был всегда сыр и колбасы рыба мясо полно также мясо всякие прошлый раз тут немножечко чего то не хватало на полках теперь уже всего полно всего достаточно мыло и прочие дела с гелем обеззараживающим я думаю что еще есть проблемы но вы можете посмотреть как его изготавливать у нас на канале молочки тоже полно чувствуется немножко напряжение нехватка яиц вот полочки небольшими как бы не заполнены только маленькие лотки по 12 штук есть объявление о том что ограничено на 2 2 лотка в одни руки но это возможно связано с приближением праздника песок отдел бытовой химии пожалуйста есть наша то что называется экономика хлорка для обработки и вполне в достаточных объемах и в достаточном ассортименте ну и прочие моющие средства то есть не вижу никакой проблемы абсолютно нету очереди в кассы потому что люди сознательно ждут снаружи пожалуйста для того чтобы именно не создавалась толпа снаружи ждут люди я надеюсь что как говорится все вместе мы сможем это преодолеть как назвал наш премьер-министр это невидимый враг который угрожает нам всем невидимая угроза такая и в по телевидению в новостях прямо как сводки с фронта так что за два с половиной месяца с тех пор как я опубликовал это видео даже чуть меньше примерно два месяца про китайскую медсестру и когда это было просто все где-то далеко и неправда теперь оказалось правдой практически для всего мира маленький вирус опять показал нам что мы всего лишь какая-то составная небольшая природы и какой-то вот такой невидимый глазу вирус может заставить нашим нас больших людей одеть маски сидеть дома стоит задуматься если меня смотрят из россии и украины мне есть там много друзей я слышу в их голосах скепсис такой не верят люди несмотря на то что пустин путин выступал и вроде бы как есть карантин и зеленский выступал насколько я знаю но в общем то мне кажется люди еще недостаточно понимать недостаточно верят в это я слышал что много стариков в транспорте которые являются первыми так сказать в группе риска и мне хочется просто их предупредить и сказать смотрите что было в китае что было там и как итальянцы тоже с улыбкой все это не воспринимали и что произошло в китае как это все взорвалось и в италии и хотелось бы чтобы люди проявили большую просто сознательность перед собой перед теми кто рядом с ними всем добра здоровья удачи пока и 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